Божественную литургию в Свято-Покровском храме села Белая Глина возглавил епископ Тихорецкий Кореновский Стефан. С хлебом с солью высокого гостя встретили главы района сельского поселения Атаман районного казачьего общества прихожане. Третье воскресенье после Пасхи посвящен женщинам-мироносицам. Из Библии известно, что после погребения Христа утром третьего дня женщины пришли ко гробу, чтобы помазать тело, но не обрели его, так как Христос воскрес. Так и сложилась традиция в этот день поздравлять всех женщин. Это своего рода православный женский день. За божественной литургией верующие молятся о мире, о благополучии страны, спасении каждого православного христианина. У каждого из нас есть свободная воля, есть время, есть какие-то дары, какие-то способности и возможности в этом мире. И если мы будем Господу Христу служить этими дарами, то и мы сподобимся войти в воскресение Христов, быть свидетелями Воскресения и здесь, в этой жизни, и в жизни будущего века. Каким же образом мы можем своими дарами служить Господу Христу? Если мы совершаем дела милосердия и сострадательности по отношению к нашим ближним, когда мы накормили голодного, напоили жаждущего, одели человека, нуждающегося в одежде, и когда постарались Богу служить и Святой Церкви, и молитвами, и пощельями, и какими-то делами в храме, то мы служим Господу Иисусу Христу своим именем, каждый своим даром. Будь то врач или учитель, будь то простой рабочий или крестьянин, каждый человек может служить Христу своим именем. И Господь Иисус Христос сподобляет таковых первыми, мы свидетелями Его Воскресения. Что же такое Воскресение Христово? Воскресение Христово – это есть торжество жизни над смертью. Христос восстал от мертвых, и первые, кто увидел Его воскресшим, были женами Ромосицы, которые были неприметны вообще в евангельской истории, о них почти мы ничего не видим и не слышим, только маленькие фрагменты их жизни, очень скупые сведения о их труде, которые они ради Господа Иисуса Христа совершали. Но самое главное, что о них говорится, это в конце евангельской истории, когда говорится о том, как они были свидетелями Воскресения Господа Иисуса Христа. Видно, что они имели величайшую любовь к Богу, к Господу Иисусу Христу. Они не боялись ни иудейских старейших, ни дымских властей. Они были все рядом, когда Господь Иисус Христос претерпевал страшные муты и страдания на кресте, и были рядом, когда Христос воистину воскресил. Мы молимся сегодня о том, чтобы Господь даровал нам веру непоколебимую и твердую, чтобы никакие искушения и сомнения, никакие бури житейские не оторвали наше сердце от Господа Иисуса Христа. Молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос подогнал нас послужить Ему своим имением, своим даром, который мы имеем. И должны помнить, что мы Христос служим через служение нашим ближним. Аминь. Слова Ашака Кирилла, святейшего патриарха Московского, ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ